Так, хорошо. У нас игра Unfavorable Wins, ее очередная демо-версия, или что это у нас такое? Ну, рабочая, почти MVP. Прототип. Прототип. Итак, та же самая карта, что и демонстрируемая в прошлый раз, но на сей раз хотели продемонстрировать несколько улучшений, и здесь видно, что это не те персонажи, за которых мы начинали в прошлый раз. Вот, по-прежнему у нас есть возможность выбирать режим игры, это Diablo, либо Tomb Raider. У нас по-прежнему есть какие-то персонажи, за которых можно играть, они находятся в разных частях карты, но в данный момент это бандиты, против которых мы играли в прошлый раз. Итак, у нас появился интерфейс. Мы видим, во-первых, что у нас есть вот эта вот замечательная женщина, на которую можно тыкнуть, и здесь появляется основное боевое меню. В данный момент это меню устроено в виде трех карт Таро, то есть можно понять, что мы все-таки озаботились тем, чтобы нагенерить разные графики и как-то эстетически все это дело оформить. Плюс можно обратить внимание, что у нас есть снизу текстовая строка для подсказки. При наводке. При наводке, да. Значит, сейчас мы к этому вернемся еще раз. Прежде всего, каким образом осуществляется выбор юнитов и формирование списка юнитов? Когда мы первый раз выделяем юнита, этот юнит заносится в список юнитов, включая главного персонажа, ну, условно главного персонажа, поскольку он является тоже обычным юнитом, которым может управлять другой персонаж. У нас имеется весь список нашей армии сверху. У персонажей по три хитпойнта, и в данный момент вот этими вот щитами обозначены порядковые номера этих персонажей в нашей армии. Соответственно, если мы сменим наш отряд, то мы можем добавить сюда еще больше людей. Получается, что, в принципе, нам знакомы сейчас вот эти вот люди. Вот. И, соответственно, мы можем выделять и развыделять персонажей прямо используя вот это вот меню. Вот так вот. Первый момент. То есть в данный момент... А что значит эта красная цифра? Ну, пока это такой способ ввести обозначение для порядкового номера персонажа в твоей армии. Если этот порядковый номер, например, щит с этим обозначением будет, например, выведен над персонажем во время боя, это можно использовать для опознания. Ну, честно говоря, не хотелось делать банальные цифры, поэтому разработал вот такую вот систему идентификации. Понятно, что один, два, три, четыре, это перекрестие и так далее, пять, шесть, семь и так далее. Если потребуется вернуться к банальным цифрам, мы вернемся к банальным цифрам. Самое главное, что у нас не исчезает из списка персонаж, который единожды был туда добавлен. Если мы сейчас находимся рядом, он не будет убираться отсюда. Для того, чтобы иметь доступ к этому персонажу, если он сейчас рядом находится, в любой момент. Это очень сильно облегчает выделение юнитов, которые должны быть под рукой, потому что вот вы зайдете в этот лес, и где-то там будет за деревом находиться кто-нибудь, я не знаю. Вот это создаст некоторые сложности, чтобы всякий раз находить вашего юнита и всякий раз его выкликивать таким образом. То есть для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность, ну, как бы, манипуляции со списками, мы, собственно говоря, пользуемся вот этим списком. Со списком, я думаю, все понятно. Хорошо. Что-нибудь с управлением поменялось? Да, с управлением поменялось. Значит, прежде всего, еще пару слов про интерфейс. Итак, у нас интерфейса не было. Мы помним, у нас были 4 или сколько, 6 уродливых кнопок, и меню консоли, которое сейчас перешло в вот эту вот подсказку по функционалу. Значит, соответственно, каким образом используются карты сейчас? У каждой карты, поскольку она большая, занимает много пространства, пока решено реализовать таким образом. Верхняя часть карты отмечена синеньким. Это включение какой-то функции, нижняя часть ее выключение. Список функций тоже, что и ранее. У нас можно задать юнитам передвижение в режиме игнорирования цели, либо передвижение в режиме свободной атаки. Ну, как во всех РТСках, это очень сильно влияет на способ ведения боя. Потом у нас есть стандартная история с построением. То есть, если мы берем два юнита, выставляем их относительно персонажа в каком-то геометрической фигуре и запоминаем построение, то далее они будут сохранять это построение относительно точки, куда мы им кликаем. Это очень полезная функция, которая необходима. Соответственно, можно ее расформировать, и они пойдут в одну точку, куда мы их направляем. Ну и, соответственно, держать местность. Здесь это олицетворяется... А, то есть сверху, если ты сверху наводишь, то тоже другая подсказка на одну карту. Подсказка, которая снизу? Да. Ну да, просто простейшее описание. Я не стал делать его слишком подробным. Я думаю, где-то надо будет хелп внутриигровой сделать. Ну, так или иначе, вся эта история убирается с экрана. Мне нравится то, что пространство экрана в целом может оставаться незаполненным. Теперь переходим к вопросам геймплея. Режим типа Диаблы. Ну, мы помним, что у нас есть режим шифта, как и полагается, в котором можно остановить персонажа, чтобы он не скликивался и не перемещался куда-то лишний раз. Атаковал из статичного положения. Что появилось, так это возможность скроллить экран вверх-вниз. Это очень важно для режима стратегии, чтобы управлять полем боя каким-то образом. И плюс это совершенно не мешает в любой момент играть в динамичный геймплей, потому что скорость перемещения экрана довольно медленная. И случайное попадание мыши туда ни на что не влияет. То есть я бы сказал, что это очень даже удобно. Кстати, какой у нас курсор теперь есть? У нас есть курсор. Вот. Теперь, следующий момент, это то, что помимо режима Диаблы у нас есть режим типа Tomb Raider. И в нём была проблема, это очень неудобное, во-первых, управление. Ты помнишь, как было устроено управление? Ну, примерно так. Да, у нас кнопки влево-вправо за что отвечали? За что у нас кнопки отвечали? За поворот персонажа. То есть у нас всё было настолько плохо, что влево-вправо у нас персонаж поворачивался, потом шёл, ну, можно себе представить, в ту сторону, в которую он повернулся. Теперь, наконец-то, у нас реализована нормальная история. Влево-вправо это движение боком относительно направления обзора. Вот. И сам поворот камеры сейчас осуществляется с помощью чего? Зажатие правой кнопки мыши. Только с помощью зажатия правой кнопки мыши. То есть раньше у нас, когда мы подводили курсор к краю экрана, обзор начинал поворачиваться. Как бы предполагалось, что это должно упростить нам управление юнитами, но на практике никакой пользы в этом не было. Вот. Сейчас, когда направление обзора жёстко зафиксировано, но при этом очень быстро меняется при использовании правого щелчка, вот. Опять же, удобно, никаких проблем я не вижу с этим. Так. Как это реализуется, в общем-то, понятно, я думаю, да? Да, понятно. Хорошо. Ну и последний момент, который здесь был добавлен, это то, что было не очень понятно, каким образом аккуратно и быстро поворачиваться на цель. Вот. И поэтому мы можем вражескую цель теперь выбирать в качестве объекта, на который мы смотрим. И на него фиксируется направление персонажа. Который теперь не потеряет это. Вот так вот. Ладно. Надо ещё потратить кого-нибудь. Итак, значит, мы говорим о возможности выбрать цель, и персонаж будет на эту цель направлен. Вот. Это достаточно важный момент. Да, он помер. С него сразу же убралась вот эта вот автонаводка. Персонаж снова не залочен камерой на этого персонажа. Вот. Как-то так на данный момент это все нововведения, которые имели место.